А вот и сетка подъехала. Отлично, как раз в записи останется сетка эта. Смотрим, где наша мастера Вася. Слэшерс, не знаю, кто такой. Катс. Ждет тут Матвей. Шин, это не знаю. Кто это, Гост Хэлл, видел достаточно часто. Игорь его не видел, а может и видел, просто не помню. Хацунни Мику. Слаган с нашим. Аверс. Браток. Контрол. Так, братка. Надо может ворваться к Паше сейчас. Вижу братка в сетке, но не вижу братка... Онлайн лучше. А вот он. Так, контрол. Я вижу димага ждет оппонента, власть самая, он снизу тоже ждет. Так, трус, нуты всякие. Короче, много кто играет здесь, я смотрю. Ну что, Паша отписал, буду к нему врываться. Так. 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 Нашел он там чел. Так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Улучшение командного центра завершено Добавил субтитры DimaTorzok Так, здесь уже орбиталка у вратка готова Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok А вот что-то Варди Виклет я завтра не вижу Варди обычно не забывают Может быть и не будет, 4 турнира вроде как прошло Пристройка завершена Так, в инженерочке плюс 1 Опа, смотрите какой игрой делается Вот это типичная какая-то хрень такая со стороны Страны тиранов Ну запилить-то одну эту Туреточку перестраховочную Вот, на второй базе Ничего ждет Отсутствие контроля здесь со стороны Процесса приводит к тому, что Дарк погибает А ведь он мог просто Отойти назад, один танк всего лишь По Дарку стрелял, поэтому Чарж Блинк Дарку Чарж Блинк Дарку Нехлохо у него конечно получилось Нехлохо у него конечно получилось Ну что же Прогано на призму Говорит, что 9.83 Пассив такой Пассив пошел в этой игре Очень серьезный Ну как бы Паш пришел, пропушил Первый раз Никтос отменил Постоял, подождал Процесса в это время Пытается отмаситься Да, у него Зилки с Чаржем И у Мортла несколько Сталкеров И у Дарков Блинк есть Уже давным-давно Но Процесса очень мало Сантрей нет И Дарков здесь тоже нечто Самое интересное А зато здесь Есть Рэйвен у Братка И понимает просто Что против Рэйвена Что он может сделать еще Так, очень жесткий хлопшилл Дарки сзади тут приходят Дарки минус Дефенс дрон Ну это в калитку в одну Конечно Потеря, ну вы видите Ну это первые туры На Гуфу Иска Это нормашка Первые туры так Проходят Да, какой-то повтор смотрят Что было, я уже проиграл что ли? А, у него вообще пары не было Я же думал Обычно повторы смотрят Как я проигрывал Это как его не Нормально все Ну, Братка, кстати Следующая пара будет Серьезная Мат или Хина Такие игроки И Что-то как-то меня Разморило Прямо Какой-то Подусталый Сонный что ли Ну ждем Пар каких-нибудь Ух Парень 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 И Парень Парень Субтитры сделал DimaTorzok 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 еще кого-нибудь кастом побеждать будет. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что? Это был один, ребятки. Семнадцатые хаты Газпула здесь пошли. Ну, точнее, не может быть они были и не семнадцатыми конкретно, но хаты первые. Называю семнадцатые обычно. Примерно одинаковые там, и на ГПМ. Че у него фига там у этого спейзи-майзи-РПМ? Гигантский. Прям такие. Важно. Дима. 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 Так, Бэйлинг Наст Пэйзи Мэйзи, демаги на дрончика побольше, ну что-то у гонентов больше становится. Как-то разминулись тут лингами, 4, а демаги бежат вперёд, здесь 2 всего. Четырьмя лингами можно и королеву сгрызть, на самом деле. Демага бежал бы к оппоненту своему, а не бегал там, проверял, не понять что. Отсутствующий третью базу, вот она королеву, а чё бояться-то? Демага думал, может здесь всё, есть линги какие-то. Ну теперь уже поздно, один погиб ещё до того, как принял бой с королевой. Контроль хороший, смотрите-ка, блин, молодец, молодец. Зерк этот контролит очень неплохо. Рабов уже на 4 больше, чем у демаги. А у демаги третья строится, а тут нет. И чё-то боевого у демаги намного больше лимита. Четыре лингов никуда отдал, это демага тоже зря сейчас сделал. Так, всё, у демаги муха уже готов. В центре тут какая-то грызня идёт. Третья хатка заказана. Всё-таки ещё пачечка из десяти лингов прибегает с инъекцией вышедшая. Так, королеву демага зажал, это очень хорошо для него. Нужно отступить, подождать. Вот прирост подошедший вновь лингов сейчас. Демага подождал, сгрызает всё в мясо здесь. Нужно рабочую грызть, как-то тут по изи-мэзи проморгал этот момент до заказа демаги. У самого нифига не заказано. Демага ещё правов бы грызть, был бы молодцом, и, конечно, очень большим он тогда. Лингов грыз, г-г. Чё-то как-то под пушем, под грызом сейчас демага и подбрил. Ну, как-то уровень неравной игры, в принципе, это нормально. Так, браток ждёт, была, ждёт. Оппонента. Все ждут. А, у браток хина. Оп-оп-оп-оп-оп, прыгаю к братку, прыгаю к паше, успеваю. Хороший у него оппонент такой. натащить Хина неплохой зерк, там бистик и блючис дальше представители бывшей Югославии, даже флаги очень похожи серб, бистик и блючис я не помню кто он в Словакии, а нет, вру нет, в Словакии нет, нет, смотрите-ка это я вам вру Чехословакия и бывший так, это Димит что-ли так, это Димит что-либо здорово, маньяк, спасибо тебе что там происходит ну что, браток против Хина, это все еще был один да, и следующая еще стадия тоже Бо-1, между прочим, будет еще самое начало только турнира наверное, у ФСК Бо-3 только с четверть финалов начинается, поэтому такие дела это не так вы Так, начинает хина-газ добывать Станция Проксима Карту у нас, кстати, вообще редко я видел Эти карты Некоторые думают, нифига, она так как-то замудрён А, всё, вспомнил я её Здесь можно сзади Здесь очень много прогрызаемых моментов На вторую базу можно прийти сзади С третьей на вторую Тоже можно прорубить проходы Короче, можно её сделать гораздо более открытой Чем она вначале является Ну и, братка, реперфактация цеха Сейчас реактор будет заказан И депончик пошёл Вот это контроль реперам Просто высший класс, Паша, показывает Чё, сонный, что ли, браток, сегодня? Паша, ты чё творишь? Чё это за бичёвня такая Сейчас была, я чё-то вообще не понял Просто без скрипа даже чё-то пулял-пулял Собаки репера сгрызли Ну, расстраиваться рано пока Ещё, как бы, фигня потеряла Ничего страшного Третья цеха попёрла Ну, тем более, с такими халявными билдами Как сейчас использует Паша Играя Так, вначале отдаваться Это совсем ненужный расклад Так, гелик Почти один заказан Ну, не заказал Просто одного Тупо Ну, чё-то вообще Как-то, ну, что это? Так, летает факта Вместо четырёх Три, по счёту, гелика Сейчас два барака ещё добавляется То есть три барака заработают В ближайшее время Далее по билду должны добавляться Две инженерочки И потом старпорт Факта должна под старпорт Новый реактор строить Просто Напросто Орбиталка пошла В принципе, на обороне И три гелика могут подрешать Но и про инженерки нужно помнить Они тоже должны быть уже скоро Заказаны Иначе по грейдам будет Остовод Вот, пошли инженерки Три гелика где-то в центре Здесь, кстати, делюксовые собачки какие-то Ну да, видно, что они Выглядят необычно И очень ранний шпиль прям Ну всё, по пять мариков продакшн Старпорт Факте, как я говорил Реактор второй Два Так, погодите На мэне один газ чуть-чуть не добывается По каким причинам, непонятно Как раз бы сейчас закрыто было Это проседание По добыче газа Ну вот вместо 1 и 1 Только атака одна заказана Ещё один газ Всё, две Два агроэда заканчиваются Цеха на третью летит Видели, браток, мутку? Вот это я не уверен, конечно Очень много лингов Вперёд выдвигается Залпы братка Какие-то залпы кривые Заехал Надо постоянно уезжать Пытаться, браток Заехал в угол Отдал геликов Пинку братка на Европе Ну странно Что за пинк? Какой он должен быть? У меня аут 60 Не очень маленький Но как бы играть нормально Так, линги заставили взлететь баску Кто-то там воюет Я смотрю на фоне Летают какие-то пил-пил Здесь лингов, браток, разбирает В это время не заметил медиваг Просто как ему Убил просто хина Это ошибка безусловная была Нужно вылечь мариков Нужно 47 стоп О, лимит Вот так инженерки поставил Что на них надо отдельную туретку Сейчас ставить Два новейших мула Просто сейчас Блин Под ударом оказались Подрезал чендерингов Браток Мулы в два падают Короче, еще и минус экономика Сейчас намечается дробь Прямо через, блин Юнитов зерговских Полетел Не знаю, заметил хина Похоже, хина не был внимательным И нифига не заметил вообще Нет, все-таки Или заметил Ну, что-то туда-сюда полетал ХЗ Здесь третью Ток, только хина Третью поставил Два медивака На муве Мимо мариков летят Отдаются Куда И куда ими теряйти Без медиваков Вообще Паша вообще не внимательна Один одиночный дроб Дроб от зерга Которого мутка Одновременно Не делая выхода Но это вообще Ну, вот мутариск Один погиб Все Все реально Что этот дроб смог сделать То есть, если ты Играешь против зерга С муткой Лингобайлингами И делаешь такие дроби Значит, надо отсинхронизировать С выходом Каким-нибудь Вот, например, этим Но Выход без медиваков Вообще Тоже смысла не имеет Вот первое В течение Еще два медивака Добавляются Их-то и можно будет взять Хоть сколько-то будет Вообще В атаке медиваков Ну, по грейду По грейдам У бородка 2-2 По грейдам Все хорошо Как бы у него Так, хитро тут Тримминги Смотрите Закопаны За вот этой Хреновиной Прикольно Кстати, они окопаны Блин, только одна достала А прикиньте Все бы жахнули Больно Очень бы больно Мутке было бы сейчас Прилетает Хина сюда Тут Заминку убивать Бабах Бабах Все Пора двигаться Вперед Прилетела По мутке Добра Так вообще Но если бы сразу Прилетела Может быть Даже пачка погибла Ведь 3 Минки А это 120 сплэша Если они Одновременно Жахают Мутка не успеивает Одну единичку ХП зарегинить Тогда Она может упасть Даже штук 15 За зал Получается Плюс еще Бараки Братка 3-3 Заказаны Грейды За окопочкой Минком Армор На технику Четвертая Цеха Делается Ищет Браток На муви Ходит Непонятно Через верх Собирается Прийти Да Странно От прироста От своего Себя Отсекает Этой армии Но направление Такое Как бы Дерзкое Там не готов Зерк встречать Братка Но Сможет ли Расконтролить Тем что есть Паша Заходит Браток Еди Ситор Ну неплохо Пару минок Там жахнули Я бы сказал Остальные Атакуют Минки Тоже Сплит У братка Имеет место Бэйт Но что-то Много Слишком Здесь Тирана И я говорю Это Дерзкий Выход Отсеченный От прироста Прирост Идет В итоге Обречен На неудачу Какую-то Сейчас Только С новым Заказом Братка Больше Скановится Минки За Окопочкой Так Кажется Даже Минки Переконтролил Браток Здесь И давит 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 У Зерга В1 У Братка 22 Братка Братка Не полноценно Заказывал Ой как По медивакам Прилетает 105 129 Не Ну вроде У братка Все лучше По грейдам По всем Параметрам Но он так Дерется Что хина Его разбирает Просто Несколько Раз Подряд Сейчас Медиваки Теряются Все Вообще Нафиг Четвертую Пока Не поставят Еще что-то Минки На муви Ходят А Они Сюда Пришли К четвертой Базе Насколько Вижу Тоже Золото Браток Пытает Занять Все Сейчас 3-3 Будет Блин Вот 3-3 Готово А медиваки Там Все 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 Потеряно Сейчас Так Брат На На бараках Лабы Посмотрите Два Барака С лабами Почему бы Фугасы Не закатить Мародеров Не добавлять Браток Голых Мариков Строит Ну С мародерами Ведь Сплетить Проще Часть Бейлингов Тормозится Фугасами Мародеры Жирнее Вокруг Них Можно Контроль Какой-то Строить Мариками За них Убегать Там В замесе Так Заметил Тут Две Минки Сейчас Зерк Ну Три Бейлинга Так Все Готово Планетарк 175 173 Ну Мастится Браток Хорошо Вот Надо Сейчас Как-то Три Три Барак Даже Три Лабы Я даже Не вижу Где Третий Лаб Барак А вот Здесь Две Лабы Наконец-то Мародеры Начали Постраиваться Фугасы Есть Борода А не Фугасы Есть Братка Фугасы Блин Это Хроническая Болезнь Некоторых Тиранов Отсутствие Фугасов На всех Стадиях То есть Забывают Про это Сверх Дешевый И Невероятно Полезный Амгрейд Юнитом Под названием Мародера Блин Сплит Это Я не знаю Можно ли Сплитом Даже назвать В принципе Вот это Все Дело Вот Отдаются Юниты Сейчас Марики Дропаются На Летает Мута Сразу Минус Медивак Марики Минус Один Два Мутка Еще По Грэйдам Хорошее Количество Грэйдов Надо Подтягивать Прирост Если Достаточно Минок Мародеров Торов Удастся Здесь Братку Создать Ну Что Это Такое Идет Идут Три Мародера Вперед Непонятно Вот Этот На себя Впитал Лингов Много А Предыдущие Зачем На Случайно Сами Куда-то Там Вышли Так Торчика Браток Увозит Можно Было Байравыч Парочку Взять Так Залп Ой Как Минки Жахнули Сейчас Жестко Ну Хватит Для Прироста Паша Нужно Сплетануться Здесь Немножечко В Минок Урываются Беллинги Сейчас Мутарисков Что-то Чересчур Много Я наблюдаю Здесь В движухе В этой Но Марики На 3-3 Неплохо Крош Либераторы Прилетают Либераторы Начинают Дамажить Мутка Конечно Вся Краснющая Но Сколько Их Выжило 25 Мутарисков Откуда Столько Там Вообще У него Так Марики Сливают Часть Муты Где Стим Вообще Браток Даже Стимится Забывает Мариками Своими И Кажется Мутка Сливает Здесь Братка По Чуть Хотя Ее Больше Чем У Оппонента Вот Только Подумайте Над Этим Моментом Так Мародеры С Мариками Там На Второй Держатся Мутка Шатает Уже Реактора На Мэйне Здесь Никак Не Отбиться Ни Мародеры Лингов Не Могут Отбить Ни Мутку На Мэйне Браток Не Может Нормально Отбить Так Ну еле Еле Паш Тут Держится Пока На Золоте Проблема Золото Сейчас Упадет Лингов Пачка Прибегает Гриды Блин Хорошие 3-3 Все еще Есть Зерпломе Даже Сейчас Братку Выжить У него Боевой Неплохой Лимит Смещение Идет На 9 часов Но Нужно Ни В коем Случа Не дать Отменить 9 часов Иначе Беда Иначе Туреток Не успевает Подстраивать Браток То есть Сейчас Просто Происходит Разводка Очередная С Муталисками Так Нос 7 146 57 82 По-боевому Шансы Еще Есть Минимальные В этой Игре Надо Только Так Здесь Вообще Туреток Дофига А на Продакшене Вот здесь 0 Практически Но Лезть Сейчас Вообще Не надо Зачем Лезть Сейчас Братку Не знаю Так Мутка В тылу Там Шатает Марик Браток Тут Такое Подобие Сплита Тяжело Это Сплитом Полноценным Назвать Неплохо Минки Жахают Конечно Медиваки Где-то Сзади 80 На 122 Постоянно Вижу Что Медиваки Браток Просто Не успевает Уводить Марики Подходят Новые Как-то Не хватает Паша Контроля Реально Миксы Какие-то Странные Делают Опять Одни Марики Пошли Вообще Сразу Мародеров Не делал Мародеров Ка Начал Делать Фугасов Нет В итоге У мародеров Блин Торы С армором Единственное Торы Мне нравятся Почему Не танки Марики А что Танками Будешь Убивать Муталисков Муталисков Лих Собак С Бейлингами Вопрос Хороший Вот Если Против Мутки И делать Торов Считаю То Нужно Атаку Делать На Технику А не Армор Потому Что Тут Армор Тем Более Да Они Жирные Там Живут Но Их Задача Пару Залпов И Минус Мута Чтобы Было Так На Миннике Держу Здесь Пару Крепту Может Браток Отменил Прямо Тут Чертый Бат Штовер Прилетел Прямо Под Турельку Идет Вперед Оппонент Паша Надо Принимать Бой Так Здесь Минус Сейчас Вся База Будет Ох Хорошо Минка Жахнула Вот Это Сейчас Бэйлингов Несколько Штук Лингов Убила Т-база Не прикрыта Но Кстати Она Прикрыта Вот этим Направлением Здесь Типа Марики Стоят Как Получается Узерга Пятая Уже Тоже Занято Еще Так 76 Двенос 81 Боевой Талимит Почти Одинаковый Зерг Завис На Лейли То есть У него Как были Грейды 2-2 На Милишных Юнитах Так и Остались У Братка Очень много Минок При удачных Залпах Можно И подраться Хорошо Но Удачных Залпов Не будет Тебе Прибегает Зерг И одной Собакой Просто Выманивают Минки Залп Ох Хорошо Бэйлингов Проход Здесь Бэйлингов Хорошие Залпы Марики Сплетанули Очень Даже Неплохо И Боевого Лимита Братка Больше Становится Я же говорю Здесь Еще Не Все Кончено Да Давайте Сейчас На Баланс Пановим Баланс Майфелингов Делаю Крик Баланс Ё Моё 30 Рабочих Взял Победил Минки Сами Стреляют Копай Минки На Е Закопку Сделай Вообще Нормально Центральную Базу Браток Минусует Но это Золото Здесь Уже Не было Ресурсов К моменту Его Прилета Здесь Мукка Залетает На Золото Надо Простимиться Прикрыть Золотишко Своё Паша Он Это Сделает Обязательно Здесь Ченджинг Мукку Там Одну Убил Майф Вот Вести Сейчас 22 Дрона Минус Где Успел 23 А Они Там Надеюсь На Смайнинге Сверху Халили Я понял Королева Заблудилась Непонятно Где Зачем Так А здесь Браток Уже Прошёл Смотрите К нижней базе Ну Ещё Слиться Паша Изи Может Потому Что У него Смотрите Боевой Толемит Близко Очень Зерговскому 82 73 Вся Одно Удачное Забегание Линго Бэйнов И тут Уже Тяжело А учитывая Здесь Голые Марики И В этот Раз Ты Мин Ой Как Мин Залетела Сейчас Просто Жесть Пошёл Сплит Так Подходят Ещё Сверху Марики Здесь Бьются На 3 3 Против Мутки И Ещё Подходят Залп От Минах По Муталискам Какие Залпы Жёсткие 75 71 48 33 По Боевому Кажется Врачу Небо Всё-таки Втаскивает Поиграешь Тут Если Ты За Тиранов Выграешь Танки Против Такой Темы И Корр С Минками И Разницу Почувствовешь Очень Быстро Поверь Мне Так Ещё Залп Бегэ Вот Тебе Имба Ё Боя Блин Имба 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 Только Паны Только Паны Так Бистик Ждёт Уже Лазь Дамилав Играет А потом Узи Коти Будет Угла Кстати Говоря Ну чё Братка Бистик Танадос Смотреть Что ли Я не знаю Какие Ещё У нас Варианты Есть Снут Там Идёт Тру Ещё Идёт Грёв Уже Там Я не знаю Я не знаю Братка Братка Идёт Снут Идёт Это Продолжение следует... 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 Так, хорошо брату Кривера встречает, прогоняет. Кому больше уважаешь, братка и стрелка. Как мой говорил кореш давно, родного человека, требует уважения и больше водки. Вот. Причем здесь это вообще. Причем здесь уважение. И то, что мы сейчас смотрим этот матч. Так, второго Рипера браток наконец-то принял. Есть один циклончик был у Бистика, он прям под бородком вкопал минку сейчас. Как будто Ревен летит, можно было на халяву его перехватить сейчас, если бы повезло бы братку. Но не повезло и на халяву не перехватит он ничего. Так, викинги летят вперед. Викинги здесь Ревена вообще найти хотят. Или я не знаю, куда они там подхарасить хотят. Хитрый Бистик. Щуминку тут закопал. Офигеть тут просто. Две ксмки, три марика сейчас браток. Минус викинг, бах. Здесь минус второго Ревена браток сделал, отлично. Выглядит как говорится. Но здесь столу викинга не перехватил. Здесь уже на самом деле пошел. Правда, будто очень убогое расположение здания у Паши сейчас очень убогое просто. Все в линию. Как я говорил, пройти тяжело. Плюс расположено, ладно, пусть здесь вот это было в линию, а расположено ближе к вероятному направлению залета дропчиков. Отсюда с лоу-граунда танками можно просто все, даже я просто боюсь представить, что будет, если такое произойдет. Если Бистик сюда подойдет, например, по лоу-граундкой. Бистик играет мех, как он и очень любит он это делать в последнее время. Тут викинги размениваются 2-2. Хотя браток раньше залпы сделал по первому, но там дэмэдж лишний был в него. Последний залп нужно было одним викингам уже в новенького делать, а вторым в того добивать. И тогда бы выжил на краснющих хп бы один из викингов. Бистик мог бы улететь, вычинится. Ну, как-то Паша там не сконтролил так хитро. Бистик на третью цеху уходит, у братка еще даже нету. Да, у братка еще третий даже нету. Странно, он играет против меха и вроде как достаточно удачно начал потянуть. Там как бы авто турель залетела, да, ну. Что она там сделал? Ничего особо не сделала. Будет пытаться, возможно, браток дропнуться в какой-то момент к бистику, но куда дропаться? Мейн прикрыт викингами. Здесь, если и дропаться, я так полагаю, нужно на вторую куда-то братку будет. Вперед выдвигается и только-только третья цеха заказана. Как-то по экономике вообще по всем вот этим моментам бистик в абсолютном плюсе здесь. Мариками можно просто на муви забежать, кстати, сюда прямо. Скан на мейн попер. Так, хорошую дропу на танчики пошли. Ну, здесь три авто турели от бистика и медиваки упали. Здесь тоже всё упало. А, нет, медивак один живой. 85, там 108 по лимиту. Ну, вот прирост вовремя подошёл бы сюда. Может быть, что-то и получилось. Какие-то либераторы нелепые от братка строятся. Не понимаю, зачем, кстати, они строятся вообще, эти либераторы. Если здесь викингов, просто пачка летает целая. Не фокусит браток танчики здесь и боевых юнитов. Дерётся с КСМ-ками сейчас. Так, 10 КСМ-ок. Либератор сливает на второй базе. Просто здесь обносится бистик туреткой. Всё равно ситуация-то, посмотрите, по экономике в минусе. Причём 12 погибло, 66 осталось. Там 70 плюс рабочих было вообще у бистика. Если бистик-либератор в пару построит... Так, стимится браток, пытается вперёд идти. Как-то всё куча жёсткая идёт, по-моему. Здесь викинги садятся. Короче, ничего продавить не получается. Био не успевает просто. Вот проиграл по всем параметрам, Паш, здесь. Начало было нормально. Игра в био, казалось бы, да, наоборот, надо базой занимать. А в итоге бистик от рейца цехи. Она раньше перелетает, и браток по всем направлениям просел. Просто по всем. Но бистик стоит отметить неплохо в последнее время. То есть, как бы, оппонент нелёгкий. Совсем. В чём грейды? Бистик вообще по нулям сейчас. Ну, братка тоже одна атака к десятой минуте. Что это за грейды такие? Сейчас бы уже 2.20 наполовину делалось. Шансы ещё были бы прекрасные. Например бы. Так, несколько геликов, браток, сейчас поймал. Четвёртая цеха пошла. Всё правильно. 2.20 заказывает. Убистика. Армари готова, но ему грейды надо заказать. Он что-то пока вообще не делает ничего. Так, здесь Либератор на мэне, братку, сливает. Тут 6 ксм и 7 ксм. На второй тоже есть. Марики пришли. Это и Марика погибло, но Либератор заминусовали. Так, здесь танки отминусовали ксм. Три минки есть, если браток будет прорываться в этом направлении. А, кстати, по Марикам. Они больно очень много могут дать. Особенно, если одновременно залп пройдёт. Был бы внимателен Паше. Можно было бы сейчас викингов пошатать немало. Но, кстати, уже поздно. Ну, как я и говорил. Здесь медиваков. Выбиты нечем. Вылечить просто юнитов. В это время очередной дропчик на мэн 4 гелик. Опять 7 ксм уничтожено. И даже больше. 8 и 2 марика ещё погибает. Ещё и 1 ксм-ка детят с флэша может погибнуть. Да, 9 погибло уже. Печаль полная. Ну, везёт, что бистик чугрыды не закатывается. 2-2 сейчас будет в 0-0. Это хорошо, конечно. Есть шанс подраться, но... Ну, печально будет. Весь вязать. Погибли. Весь вязать. Пойбу. Ну, печально будет. Пойбу. 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 Так, здесь браток наламывается, сливается Дроп на мейн сливается Прошу прощения, Блайя отписал, чтоб подожжал мишку Но зато Паша грейды от 1-1 сливает, смотрите И будет 2-2 биться по нулям, грейды Ну, такое Био, конечно, конкурента способно Но, блин, что-то по лимиту, по боевому, все печаль полная какая-то у братка Но, смотрите, как Био 2-2 сливает танчики на 0-0 Жесть, да? Шанс есть еще небольшой, получается Но что-то бистика слишком много И боюсь, что за 3 минуты-то, может, здесь ничего и не кончится Братку надо развивать успех, иначе как бы печаль Вот он дропнул на мейн, все медеваки слились нахрен на туретках, конечно Зато дроп залетел Вот тут дроп залетел, если бы штуки 3 танка хотя бы в нем было бы тогда Туретки не зашатал, чтоб еще раз там подропаться, например Зазор коактивировал премиум на ваш канал Так Так Ну вот бистик сам вперед ломится сейчас Сканит, ну да Сейчас вот этот замес, я думаю, решит абсолютно все Ну даже 2-2 било Я думаю, такую машну танков на 0-0 не способна просто завалить Вот сначала был сплит крутой у братка Стоял полукругом таким, а потом все в кучу собрал И бистик его сливает в лоб сейчас с либераторами Причем танки закрошатся сейчас все Это печаль Да, ну тут зависит от сопротивления, в общем-то Как паше сопротивляться будет В смысле, как долго он здесь будет Выходить, не выходить Так-то тут уже все очевидно, к сожалению, в этой игре Не в пользу братка, что она кончается Вот в итоге и танки подъехали Вот весь продакшн, даже наверх идти не надо Он сейчас будет унижен просто Через 7 минут Без эксперта побойдемся Гагает, сейчас Паша Минуты 3-4 игра родилась еще Так, ну все Блая посмотрим Паша, к сожалению, проигрывает Там Снут и Тру бьются Бистик с ними будет играть Теперь Блая уже Узи Котти нагнул Это Бу-3 первое Ну, ЗВЗ Это Лоотов ЗВЗ недавно доказал, что он умеет Магет Он слил Бьяла В этом Шоу-матче Субтитры делал DimaTorzok 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 Да Так Так Дай вратоку не учился играть против меха Как раньше сливал Гуди Так и не знаю, что с мехом делать А кстись, какому Гуди сливал Гуди сливал? Не знаю Я ему проигрывал, когда не тренился Бывало, и времена как бы Да, ну Когда тренился сливать Гуди Это и Паша уже никому там не сливал Гуди сливал Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Подводная карта, кстати, смотрите Подводная карта, кстати, смотрите ДимаTorzok 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 Дима Торзок ДимаTorzок ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну это атака тайминговая явно как бы это очевидно АПМчик вы видите 270 плюс ТО, 204 всего у Блая Блая тоже врачей начинает клепашить Но у Блая учитывая плюс 1 у него хорошая ситуация будет Здесь 15-го учитывая его выдвигается 4 плюс будет, сейчас мух будет Но у Блая 10 заказит, то есть десяточкой по идее он готов будет встретить ТЛО Но тут муха, но тут муха, блин, так, 8-4-12 в перспективе будет Не, ну с хорошей позиции можно нормально подраться, Блая плюс 1 потом и преимущество даст как раз Пытается к 3-й ТЛО срулить и ведь сруливает к 3-й ТЛО-то А Блая стоит Морских титанов был клон в Старкраске вообще первый раз Тут мы не знаем, что это такое Так, королевы Блая, тут что-то все подставились просто ТЛО заходит вперед Блай без муха как был, так и остается без муха Хотя лэйр давным-давно есть, зато плюс 1 сейчас у Блая будет Ну вот королев можно было всех не терять, они, блин, впереди роучей стояли Такая кривая контроль со стороны Блая Вот, наконец-то муха, вот был бы Блай внимательным, заказывал бы вовремя муха Уже бы он бы доминировал бы сейчас в ближайшее время Потому что плюс 1 есть Все, есть здесь ТЛО-разводняк начинает Два роуча на мейн, два на вторую Остальные третью здесь пытаются уничтожить А третий Блай прикрыл На мейне, короче, ТЛО шатает Ну, два роуча стоят, Блай, реагируй, видите, что происходит Атаку! И Блай, два еще роуча не ушли Еще всего на мейне рабочих тут пошатало много Десять плюс роуча у Блая За счет плюс 1 и большего боевого лимита Блая нужно контратаковать ТЛО сейчас Других вариантов я не вижу Мув будет через 20 секунд готов, чуть больше Ну, что Блай сидит-то, я не понимаю Так, можно, кстати, обойти через третью Это от его увижены даже не будет Как Блай выходит Блай как-то хитрожопа там Через низ А вот можно прям к третьей прийти Да, по вот этому направлению Все, Мув готов у Блая Он идет вперед сейчас Вне вижена оверов И ТЛО увидит только по факту Кооблай уже на крип ворвется У ТЛО плохо дела сейчас будет У Блая уже плюс 2 заказано У ТЛО плюс 1 там У Блая массит роучи Заходит сюда, на ХГ надо заходить Быстрее, Блай, ты что творишь-то? И на ХГ не забрался вообще Ну, что за чушь? ТЛО, Блая уже на вторую Сразу поднимается Блая пока здесь соображал Так, принимает вниз Дает вниз рабочим спуститься Здесь ТЛО сам Блая заходит Блая поднимается на ХГ Трэлджер мимо куда-то фаерболит Там вообще Блая больше полиметалов И в заказе у него больше Он сминает здесь По грейдам все лучше По всем параметрам все лучше ТЛО правда убивает Тут все базы одновременно Блая Здесь дроны вступают в бой Прирост роучи у Блая И Блай побеждает в первой игре, ребят Это факт Так, банный пилку троучи ТЛО Все, Блай отбился дома И там убил фламу ХГГ Хорошая игра Так, а кто там дальше? Бистик браток Снутру по той другой части сетки Идут Ну, то есть будет с кем дальше Блай вероятно играть Если победит ТЛО Ну, хорошо отыграл Еще бы Мух чуть раньше сделал Так вообще все Было замечательно Прыгаю через Блая Прыгаю через Блая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так 1-0 Блай Но нужно не расслабляться Посмотреть СТЛОНчик Что тут делает Блая, 17-я хата Газпул А здесь пулчик первый-то пошел Сейчас Ульчастки с первой поперт Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блая, 0 минералов, 0 рабочих Ставал шансы оппонент Шанс что был Бороду У ТЛО Сбритель На что там был шанс Или срочно Зачитарить Прописать Какой-нибудь Код Чтобы здания У него летать Начали что ли Я не знаю На что там был шанс У ТЛО Шансов не было Потому что У ТЛО никаких уже Так Лингами ТЛО Вперед выдвигается Блай переселяется На мейн Плетка Королевы уходит На еще одну плетку На мейне ставить Значит Блая Что-то он наивно Так ставит Что здесь ТЛО Плетку не выбьет Блай думает Я не понимаю Или что Так Накидывается ТЛО на хату Блай О, очень много Лингов Прямо строится 14 штук Сейчас Они выходят Линги Так Блая Все Мух готов Можно уже И пободаться Плетка Плюс 3 Королевы Строится Все там ТЛО часть Только Лингов Хату Ой Хату Блин Так сейчас Блая мог окружить ТЛО Это фейл Что Хату Дал Убить ТЛО Еще Бэллинг Нест Если бы не дал Хату Убить Шансы были бы Гораздо больше Королева С Трансьюзом Где была Вообще Непонятно Где была Королева С Трансьюзом Чертова Все еще Больше При этом Все Боевого Лимита Самое Интересное Бэллинг Нест Непонятно Как принимать И третья Хату У этого Уже Наглеца Есть Которую Лакеш Пытается Отменить Но тут Что-то Как-то Все равно Не отменить По-моему Лилая Видеть Что-то Очень Многовато Лингов Похоже На 1 1 Вообще Я вот Сомневаюсь Что здесь Какие-то Углая Шансы Остались Сейчас Еще Овер Заберет В легкую Королевами Двумя Почти Что Саблая Блок Углая 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 Ну что, 58.45, ребят, всё, вы видели сейчас сами, смотрю в чат, на секунду отвлёкся, вижу, обсуждение идёт, про шансы была ДЛО, рабочие какие, какой рабочие-то, ну там хоть 20 рабочих ДЛО бы построил, они не убили бы 70 лимита боевого, в конце было 76 на 20 боевого лимита. ПГ. Так, прыгаем в третью игру сейчас. ПГ. 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 Продолжение следует... 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 так нам шар соул вижу стрим все навряд ли кто не стримит касса да все нам шар соул стримит только я один остался получается мы ждем касса а Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает Регистрация на ГГ не присылает письма Но ты молодец Спасибо неизвестный за соточку Ну как-то там короче это Как его Были, писали про эту проблему Что письма что-то там не присылает На саппорт как бы написать Собака goodgame.ru Тебе надо Я думаю разберешься как это пишется Все Вот я думаю тебе там пришлют то письмо Вот а так спасибо большое пацаны Всем кто поддерживает Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А, КАС же сам точно стримит Давайте ФП пока посмотрим КАСовская У него же без задержки наверняка Так что можно ворваться Будет как только он закончит просто и все Спасибо всем пацаны за поддержку Очень приятно что-то И всякла она Ну вчера я сам конечно закосячил жестко После бани короче Зашел к другу У него Второго ребенка Они ждут оказалось Он мне позвонил И мы с ним налепились просто Что я просрал Все короче Ну завтра финальную корейскую квали Посмотрим поверьте мне Бывают раз Пару-тройку месяцев Косяки бывают Случаются Тут уж я ничего поделать не могу Пять медиваков у КАСа Дроб то гигантский Намечается здесь Ну загружайся КАСа Что-то такое У него странный план Да ну Че сразу ты не хотел загрузиться На мейн полететь Сейчас бест на мейн полетел КАСа убил бы просто в хлам вообще Просто Я так и думал Что он делает Так собирается Филдит ДНС А там ведь еще Одна стазисная ловушка есть Вдалеке Вон она там Мигает Вот Даже две их Вот тут вот стоит Видно Ну прирост гигантский Вперед идет Правда От КАСа Это двухбазовая Элегантная тема Сейчас идет Летка его получает Очень хорошая Элегантная стая стоит Отмечить Сейчас на стазис попадешь Ты КАС Что ж ты творишь Ай-яй-яй Пол армии Заблочилась Сейчас Ну кстати Нормально Другая половина Давит Сейчас И похоже Что КАС Здесь еще продавливает Да он же Ловушка Видно там Торчит ГГ Ребят ДНС Не проморгать бы Игру Следующую Не Пока еще не ГГ Так Ну давар Очень большие Здесь у КАСа Либератора Одного Ближе Надо обязательно Поводить Как так далеко У КАС Растить Жилов Вообще Ничего не перекрывают Либератора Сейчас Я из этой мышки И могу разложить Либератора Еще у КАСа С мышкой Я даже не знаю Что там у КАСа С мышкой Но он говорит Про какую-то мышку Так Идет ДНС Вперед Агрессивный Под блин Под либераторов Заход Еще-то Ой Мародеры Унижают Просто жестко Марк Подчеркивание Антон И активировал Премиум На ваш канал Спасибо Марк Антоний Так Оракулы Пролетают Мариками Надо грелку Пробревать Оракулы Там с мародерами Дерутся Оракулы Прикрывают От Мариков Как-то тут На грани Вообще Все происходит ДНС Воздухом Жгет У КАСа Просто нечем Ай-яй-яй Как Мариков Здесь Не хватало Сейчас Дико Просто Жесть Нет Аграйдов Нет Что-то Невидимое Там Бегает Или Летает Я так и не понял Да Что-то У КАС Все плохо Стало Резко Да Ну Блин Как Он мог бы На Мэйн Тогда Полететь КАС Короче Технические Какие-то указы Косяки С мышкой Он говорит Или с чем-то Там Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Представляешь После первой Саточки Пришло Письмо Арт Подчеркивание А в подчеркивание Ёйчи Поддержал Ваш канал На сумму 167 рублей И сообщает Подровняем Без экспертов Из чатика Ты не докажешь Свою правоту Спасибо Спасибо Стоп Джойс Да Без экспертов Из чатика Жизнь была бы Не такой веселой Я даже больше скажу Спасибо всем Пацаны А че там Подровняем Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Кошмар, видите, она как бы дальше не идет Я сейчас двигаю, как бы она выше не хочет идти Что-то новое Вот же так за 200 гривен Та-да Короче, печаль какая-то, спасибо всем, пацаны, за поддержку Это уже последняя пауза За старое, раз за император Ну как старое, да новое, я новое просто нашел Поэтому даже не стал покупать Но это как-то какая-то вот Витас, не может, она застоялась уже Ну ладно, погнали Такс Ну что, еще раз всем спасибо за поддержку Касс на третий Тут пытается что-то подобывать С мейна, с цеха улетает уже в центральную Почему на дальнюю, не понимаю Типа так проще будет оборонять, что ли, кассу Попытка отменить никсисон идет на четвертой базе Ну, сдается мне, что тут как-то много хп Нексус этот набрал Ну, касс успешно его отменяют Надо улететь отсюда нафиг Но дропаться это чушь вообще в такой ситуации Почему? Ой, там в основную армию встречают Касс, я армию основную встречаю Вот тебе и а Ох ты, гад, до меня Тешком много джаз потерял Нет, всех либераторов слил Так, короче, да Касс пока держится Но что-то косяки ему не позволяют ничего сделать Там либератора слили Здесь ДНС пришел Пошатал Чертель-то крейда Погадраться Без либераторов Просто иммортал меня убьет С масс-адептами Как раз до 2-2 грейдов Эх Да, что-то слишком много ошибок Как-то у касса здесь получилось В этой игре Ну, если бы не вышка Я бы тут, ну, 100% выиграл У меня столько, как бы Ну, что Будем врываться сейчас в игру Вроде как это первая была игра Я, по крайней мере, надеюсь, что это первая была игра Там нам шар уже ждет, кстати говоря Так Так Ну, что Вторая игра ДНС ведет Арена чести У нас здесь Карта Ну, что Если касс проигрывает Та, то кублая Остается Надо будет к нему идти А вот с кем это будет играть Это вопрос Смут по краю играет С бистиком Но я почему-то не верю Что бистик Может смута выиграть Ну, пока что Еще не доиграли Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Да не, у касса действительно там с мышкой какой-то дикий косяк, ну блин, как он на таких там мышках играет. Logitech он говорил какой-то там. У Logitech вот у меня G100 были две. Такому задроту как касса эти Logitech не очень. Это не MX300 раньше, которые жили по 7-8 лет. У меня просто клик и начали залипать там, ну короче, косяки в мышке начались. Ну не так, у касса там вообще что-то она куда-то наверх там не входит, я не понял вообще. Так, Мазеркуру ДНС. Так, на патрулей. Кучбас поддержал ваш канал на сумму 150 рублей и сообщает, просто немного денег. Спасибо, Кучбас. Так, здесь 200. Просто немного денег. Спасибо большое, пацаны. Будем надеяться, что будет и просто побольше денег. На днях. Ну, ребят, до конца месяца стримов будет много. На этой неделе я поправился и обязательно к дедушке поеду в какой-то день. Вот, видимо, вторник-среда. Вот, завтра корейская квалификация финальная. Будет интересно, не пожалеете, приходите в 10 утра. Вот, указ три барака. Так, три адептика. Адриана зовут ДНС. Ну, не Челентана, видимо. Да, прошлую игру проиграл Кас. ДНС выиграл 1-0. К сожалению, для Каса, конечно же. Привет, телевизор. У тебя в гараже до сих пор живет. Да у меня тоже где-то лежит, валяется мышка, но... У нее провод переломился она. У нее косячный был провод. Я там вот в 300-ку от 5-хатки вставлял. Там тужой. Были косяки. Заходит Мари Камиказ. А что побоялся-то? По-моему, сейчас бы шатнул бы пилон этот и нормально было бы. Хотя здесь дальше еще один пилон. Не, нормального не было бы ничего. Я не прав. Так, Оракулку плетает 1С по карте. Третий Нексус, он встает. Вот это, кстати, мне нравится. Карта такая, да? Красивая, зелененькая такая. Простор на ней есть. Смотрите, сколько здесь места в некоторых направлениях. Прям. Если ты так играешь, как Касс был, базового выхода, нужно делать по-бьяновски, как Мару делает, например, тоже. Вот надо только ты видишь, чтобы сразу сбил его просто. Пофиг, что здесь ревелэйшн будет. А Псы помогают очень сильно Проццу. Так, стимится Касс, идет вперед. Заходит. А что боится-то? Один пилон. Вон, конечно, минус пилон. Сразу же и все. Да, Нексус достает, и все нормально у Касса здесь, значит. Очень жестко он трясует сейчас Кассик. Стоять на Холде, конечно, порегенится имечка. Постоял на Холде, порегенился, Нексус выносит. Просто в секунду в одну буквально. Филды пошли от ДНС. Но даже мать надо, но не бегать только. Тут такая огневая мощь у Касса настолько превосходит он по этой огневой мощи. То, что есть у Протца здесь. Минус Мазеркор, надо минуснуть Мазеркор. Срочно минуси, сейчас же пойдут у Верча же еще. Мазеркор, не вообще, наверное, ну... Хоть бы чуть-чуть, ради приличия-то какой-нибудь фокус был. Перестимп... А все почему? Потому что такие битвы... Вот это вот лунтиковская тема. То есть стимится, что-то Касс подходит и не уверенно. Вот ты на первый пилон уверенно напал. Уверенно в армию врываешь другую. Мародеры два спереди, марики сзади. А в итоге три стима потратил, то есть двой армии дэмэджа нанес очень гигантского. В этом плане вот у Бьяна решение, просто принятие решения, моментальное бах, он как бы он не будет. Если он сомневается, он отойдет. Если он хочет драться, то он дерется. Ну, как бы критиковать здесь прям жестко Касса за это тоже, потому что он все-таки не Бьян, понятное дело. До Бьяна надо трениться. Но, если пересмотреть эту игру, я уверен, что просто простимся, ворвись. Причем Мазеркор мог вкуснуть там несколько раз, причем Касс мог вкуснуть. Все бы было нормально у Касса. Но он что-то там тянул-тянул. Сейчас на стазис, если Касс попадет. О-о-о-о, бабах, привет. Кассу сейчас передает стазисная ловушка. Адриана, Челентана, блин, вперед выходит. А тут пацаны замерзли. Не холодно, говорит. Сейчас согреем вас. Ну, это практически ГГНчик для Касса. Что-то тут все плохо. Тут одни мародеры, они под Эмморталом оказываются. Еще и догоняют ДНС. Но ДНС молодой, у него контроль хороший. Он молодец. Мое мнение, что Кассу нужно было активнее вот здесь вот бой продвигать. С позиции силы, грубо говоря, действовать. Так, повезло, что один малик сегодня заблочился. 42, 79. По лимиту бараков достаточно много. Ну, тут уже нечем отбиваться. Пацан тут обламывал, обламится, когда проснется. Так, Минки ДНС поднимает. Заходит уже в нуту. Это ГГ. Это 2-0 в пользу ДНС. Но ждем, пока Блай будет с кем-то играть. К сожалению, 2-0. Потому что это минус еще один игрок наш. Бистик с ну-то убил. Вот это да, Блай Бистик будет. Так. А я не верил. Блай Бистик. Блай говорит, сейчас усмирит Бистика. Ну, посмотрим. Как бы Бистон усмирительную рубашку своему Блай не засунул бы сейчас. Блай! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да и нас в последнее время уверенно на хорошем уровне отыгрывают, ребята. Вы помните про то, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на премиум и по реквизитному описанию через плеер поддерживайте обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Хрена тут, короче, народ собралось. Продолжение следует... 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 На арене счастья здесь такую армаду можно отгрокать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Офигеть, тринадцать, четырнадцать, шесть, 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 шесть. Двадцать, 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 двадцать... Два-четыре базы, да? Жесть вообще карта. А золото есть где-нибудь? Да, и золотишко есть в центре одно. нет, два под каждым лиспом по золотишку, четыре золотишка из них ну да, пацаны, еще-то не получается было усмирить никак пока Бистона я говорю, Бистон разбушевался, зверь, Бистик вот, пилю рекламку, помните, про отблоки, подписку на премиум поддерживайте меня и мой канал обязательно месяц кончается, январь, февраль последний месяц зимы скоро будет получается лягушки-квакушки квакают тут ну все, Блай в этот раз не ставят проксихатен так, кстати, база на втором а, здесь еще и мейном блочится вторая база, смотрите то есть это супер-макро-карта и золото-то не так уж далеко находится и между Ксилнага еще тут три базы то есть можно встать сюда и контролить еще тут все очень неслабо прям под своей базой Ксилнага интересное вот это положение Бистик приезжает сейчас третий уже обнаружит базу я хочу мех посмотреть Бистик мех катает как бы главное было вначале как-нибудь каких-нибудь геликов не натерпеть и нормально потом макро просто биться стабильно как бы Банша, это вертолет или самолет? а как ты думаешь 2500 в каком-то или там в 2600 году что это вообще? я думаю, что это орбитальный самолет а вертолет просто типа как Converter One но Банша явно может и выходить в открытый космос сама или нет правда вопрос да, как бы может быть в каком-то носителе насчет этого я правда не уверен но думаю, что да потому что во втором Старкрафте как без этого так пробегаю Линк Бистику здесь Марик что-то тупит Линк залетает просто видит Блай прекрасно что здесь факторки две и здесь под них два реактора то есть очевидно что факта сейчас сядет на второй реактор и будут строиться циклоны там гелионы и все дела Блай Роуч Ворон попер нужно дронами вперед выходить сейчас так кстати так что-то я не то да я что-то забыл совсем не достаёт без тебя без дефлектуру а не братан он сверху находится хитрец какой-то не все правильно но 4 холоциклона строят сейчас холбатов будет где-то 8-10 штук плюс циклончик там 6 королев 8 роучей когда я выиграл было смотря когда в 2002 году я закончил школу первый раз мы на ВЦГ поехали играть раньше я начал мне было 16 лет так а мы на ВЦГ поехали первый раз или 17 уже исполнят погодите 16 мне было да в 2002 в 2002 в 2003 17 исполнилось тут Блайзи отбился как вы видите убийстика плюс 1 убийстика плюс факторка пошла и третья ЦС у Лая уже третья база активно добывается 14 дронов он строит это то что ему нужно сейчас вот такая экономика безусловно бензобак бензобаку не хватит я думаю что там не бензобак решают а в 2600 антигравитационный ускоритель или тому подобное шляпа какая-то я не знаю как там называется но что-нибудь с этим связано как бы по ее ну если посмотреть на нее то по ее аэродинамике максимум куда она может выйти если туда зэков посадить педали крутить от нее на 100 метров от земли подняться может поэтому там что-то хитрое должно быть так убийстика плюс 2 лайк как обычно нахер грейды и так юниты сильные да смотрите кейроу 145 хп мимбы же грейды не нужны просто нулевые грейды две атаки тирановские будут очень больно делать этим грейдам так фактор 5 3 цех там уже убийстика блай четвертую заказывает блай какой-то супер свитч мут уготовит понятия не имею сейчас или что что собирается делать так один танк убийстика ищет он крипту шатает смотрю так 9 мутарисков сразу заказано плюс лингов хорошее количество ну и supply блок блай славил вот эволю почему нельзя сразу эволюшу поставить сразу грады начать делать например я не понимаю так три дрона добывает один где они едут они откуда издалека едут вот они походу с третьей едут сейчас туда мутариски полетели вперед бистику надо тора заказать дыск ну и заглядет мутариски не приносят здесь абсолютно. Может, пару циклонов он сейчас убьет. Одного подрезал, один там полудохлый выжил каким-то образом непонятным. Ну, циклоны сейчас прохладно, конечно, с муткой дерутся, я вам скажу честно, то есть они как бы не особо муту ушатывают. Надо хай бла делать сейчас. Пошел хай. Можно было бы в хай и пораньше даже бла выйти, по-моему. Так, ну мутка пролетает на мейн, только не стой, бла. Тор медленный, можно рабов пошатать. Ну, выходит второй Тор, короче, мутка, все. Мутка гуфнулась. С двумя, ой, с двумя атаками унижают. Смотрите, реактор ран, перекалибровочная взрывчатка, в ревенов, от бистиковую подойдет, в лейт выходит. И 12. Ну, вот этих пацанов пораньше как-то надо, мне кажется, делать. Не поздно ли бла делает с вармхостов-то. Тут у бистика уже как-то все под копаком, по-моему, вся карта. Так. Трисумуру пару зашатал бистик. Куда пойдут локус тут, мне интересно. Здесь золото можно там и на мэн неплохо накидывать. Сейчас будет бла. С вармхосты выходит. Очень фуни, гигантская скорость. Сейчас, конечно, я вам скажу. Дефолт на 4 быстрее роуча. Смул. 4,13. Роуч смул 4 ровно, насколько я помню. А не 4,2. Нет, чуть-чуточку медленнее. Откуда я взял 4? Даже хз. Так, здесь заезд геликов будет. Блай что-то тут стопорится как-то. Ну, непонятно, что делает. Кстати, локус-то сейчас больно могут сделать в дальней базе бистиковской. Они полетели. Они достаточно долго проживут. Но в это время блай тут за геликами гоняется. Нормальный экс может принять вообще. 4 королевы. Локус-то просто ццл пытается фокуснуть. Бистик к нё не поднимает. Орден Тарсона, привет. Приехали, братан. Ты чего вообще? Запас ресурсов у блай большой. Здесь в центре немножечко напрягать пытается бистона. Так, ту речку зафокусил. Сейчас ещё раз локус-то сюда полетят. Здесь особо уже и убивать-то нечего. Вот может быть отсюда-сюда пульнуть их. У бистона 3-я атака, у бистона ревенов что-то много становится. Но там... Там, там Грейтер Спайр. Кстати, депошечки, если блай сейчас пошатает, а депошечки блай пошатает, между прочим, саплай блок у бистика будет. Ну только не одну инженер... Ну как? Все прыгнули на инженерку? Что за чушь вообще, блай? Да пофиг, не пошатал в итоге. Так, здесь гелики пытаются ревенджеров поймать. Ревенджеры уходят. На их муви-то, конечно, они там свалят моментально просто. Зафаерболил блай местность по дичи сейчас. 2 700 на 1100, короче. Не, ну в этой игре ублай все очень... Неплохо, только не надо так на танке наламываться. Сейчас еще какая-то третья атака будет, а она не вообще будет выносить. Просто жесть. Так, караптеры залетают. Че они? Цеху нам собираются описать? Да! А здесь Тор. Привет, говорит. Ну он такой атакой сплэшевой ничего не сделает с караптером, пацаны. Идет замес. Тут локус-то на четвертой дали. Цеху влай. Сейчас, смотрите. Не, 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 братан. Тор. Все, сейчас он по 50 дэмэджи влай. Увади караптеров. Там же Грейтер Спайр есть. Ну что ты творишь? Можно заморфить было брудов. Два караптера на ровном месте. Блай слил сейчас. Еще три караптера делают. Нет, чтобы брудов заморфить. Драться здесь нету ни одного викинга. Просто ни одного нету викинга. У Бистика. Так, свармкасы какой-то в бок пошли сейчас. Бистик заходит уже вперед. Гидралов все больше и больше. Локус-то нужны. Как просто воздух сейчас влайвит. Ой, не локус-то, а брудлинги из брудов. Ну, кстати, влайв тыл пускает локус-то в приплод сейчас в Бистику. Они неплохо летят. Королевы танкуют. Надо транс-фюзы кидать. Локус-то прыгают. Но, блин, нужна атака одновременно. Влай стоит, не атакуют. Сейчас сзади зеленка по всем танчикам пошла. Так, зеленка воздушная на ревенов. Ну, что-то бистик-то здесь... Так, 28 гидралов от бла все рез от гидралов кладут. Грейды 2-1, все, здесь 3 атаки. Ну, неужели грейды нормально не сделать? Базы нету. Здесь должно быть все уже занято вообще, когда против меха играешь. Чтобы вот так базу убивать, не сюда дронов, а там сюда привел, здесь заколал. Зерк сверх живуть должен быть. А у бла баз только что... Сейчас... гидра на муе под танки идет, целба от гидру просто здесь унижают. Так, два бруда первых готовых. Бруды очень сильно помогут. МВЛ БРН активировал премиум на вашканах. локусты сзади прыгают на танчики, гидра плюс бруды здесь ушатывают, 180 на 108, все-таки Блая отбивается, ну, блин, на грани, чуть бы получше бы, запаса не хватило бы Блая. И где грыды? Хайф есть? Тут 3-3 уже должно все бегать. Ублая 2-1 бегает. Хорошо, хоть 2-1 сделал. Так, где этот бруд лорд единственный? Вот он, бруд, блуд лорд. Блудный лорд, блин. Так, наверх, бести, а не, не наверх, на вот эту базу едет. Тут гелики есть, тут есть гидра против геликов, они правда выжгут все нахрен здесь, не до того момента, как гидра, хотя не все, часть выжгут. Геликов забрал Блая. Ну, кстати, с фармхосты в этой игре очень даже экономически эффективными получились, то есть, как бы, они живут и очень неплохо дела делают. Так, лук вступал, очередь, летят вперед на дальнюю базу, бистику. После ордена Тарсона предыдущего решил, что ЦЦ можно и поднять, бистик сейчас. 137 на 190, так, падает барак, падает депоха, по газу немножечко Блая проатаковал. Грудов 4 штуки, да надо идти убивать, викинги есть вообще, 0 викингов, 5 ревенов, как там бистик хочет убивать-то все это дело. Блая просто дожать остается. Так, вторая атака, хоготь пошла. Ну что же, Блайграйды даже делать продолжает. Это, это, это похвально. Камни тут Блай пробил, смотрю. у ревенов было сикеры по 120, 30 демаджа. Блайд трансюдил все ревенов, надо притянуть просто. Так, воздушную зеленку на викингов, на ревена, сплит у бистика просто мертвейший сейчас. Я бы так назвал это все дело. Бруды продолжают бомбить, гидра стоит, гидрой, Блайя не решается ворваться. Так, бистик идет вперед всеми, да, попер вперед. Надо отступить, мучка, гидро, гидро брудой. Что Блайя делает? Там трансюзы на брудлордов идут, но их три штудить брудлордов штучек восемь нужно, чтобы давить стабильно Блайя. У него как-то их маловато. Так, локус-то еще тут все просто вычищает у бистика на дальней базе. Бистик пошел ловить. Вот. Ну, не поймает. Ничего, Блайя уже ушел. Инкам в пользу. Хотя, посмотрите, 50 рабов у Блайя даже меньше инкам, но у него запас гигантский, потеря мистика на 3000 на 2 с лишним больше. Так, здесь у нас локус-то против танчиков. Ушли с вамхосты, один погиб, по-моему, или сколько-то там погибло с вамхостов. Так, Блайя спорки поперли. Приходит опять Бруда, начинает Блайя шатать. Атака воздушная, Блайя как-то грейды делает. Сейчас революшен опять загружать надо. Второй когуть, там третья атака, я не знаю, либо 3-3 рейнжовая. Так, трансюз на вайпера пошел. Мистика идет отбиваться. Бабаб, минус Брудлорд, если бы после первого бы трансюз нал бебистик, может, что и вышло бы даже. Заходит в атаку, Блайя 8 брудов прямо над пулем боя здесь делает. Это, конечно, много, но здесь танчики рядом. Один Брудлорд где-то позади. Не, ну, это 1-1 стопудово. Зеленка нафиг он лезет до брудов. Там 8 брудов может, он куда-то вперед, вот, вот. Он дал время им до морфиться, просто вывел их вперед и будет давить, короче говоря. Автопурели вообще бесполезны здесь в данном раскладе. Они ничем не могут помочь, Бистику абсолютно ничем не могут помочь. Надо идти и давить все одной волной сейчас вниз. Здесь тоже планетарка, убийстика на снах направлениях планетарки есть для него плюс, безусловный. Брюдлингер Брюдлингер 200 в 100 лимита. Медленно, но верно. Вот брудов уже достаточно. 9 штук это уже реально много, тем более плюс атака. И брудлингер 2-1 дрейды у них. То есть тут падает цеха достаточно быстро. Ну, что, Блайя, надо идти вперед. Там викинги три штуки крестом. Ядра очень быстро имеет атаку, поэтому дефенс дрона на нее долго не действует и можно идти просто убивать. Тем более Карамдра есть. ГГ Бистик пишет. Ну, что же усмирение удается хоть немножечко. Пока Плыв успокоил только Блайя. надо смирительную рубашку надеть на него. Ну, я надеюсь не про психаты, блин, в третьей решающей. Потому что Бистик готов про психаты. Он первую игру это доказал вообще. Что за бар-коды? Нахер мне бар-коды в друзьев. Еще бар-кодов в 2017 добавлять. бар-кодов ДНС с нам шаром тоже пока бьются. Продолжение следует... 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 Правда, хоть немножечко-то есть у него Крепца. На мэне марики просто унижают линдов. Бейлинги заходят, бейлингами влобил. 45, 55, 66, 97 по лимиту. Хорошо, это бистик мёртвый ещё как бы. 2-2 вот только заказал. Третий СС-щика без орбиталки. Надо было и рабов устанавливать. Третью раскачать нормально, как бы. Ни хрена не раскачано. Вообще, вот 9 дронов пошло. Я не знаю, тут просто убийстика настолько доминирующая ситуация. И по грейдам 2-2 в 1-1 будет, что даже, блин, учитывая, что он не будет там круто контролить всё это био, у него всё нормально будет. 2-2 Блай не собирается вообще делать, блин, по-моему. А зря. Пару замесов, если Блай выиграет на крипе на линго-бейлингах, у него есть шанс, но их ещё надо ведь выиграть. Так, либераторы в районе третьей базы. Блай видит прекрасно их, этих либераторов. К силнаги можно и собачку было поставить. Так, 2-2 Блай заказывает. Ну, от боевого 30 на 71 сейчас тоже. 5 бейлингов на халяву, обе стекла убирает. Не, ну это молодец, Бистик. То есть он как бы сейчас грамотно действовал, подстроился. Реально умение сыграть и мех там, и био, это всегда полезно. Не одним единственным стилем ты как бы играешь. Так, сходит 44, прирост-то от Бистика идёт вперёд. Он правильно делает, он не идёт вперёд. Он малыми... Ему Блай дал, возможно, и сейчас Бистик малыми группами просто и разменивается теперь. В это время врыв на четвёртую прибегает на дальнюю базу. Кстати, Блай готов этот рыв встречать, у меня такое ощущение складывается. Кстати, у Бистика здесь ничего вообще не осталось. Блай может отбить и то, и то направление сейчас. С либераторами Блай ещё тут бегает. Надеюсь, выбил Блай, всё, молодец. Ну, 38, 89. Здесь 2-2 убийстика у Блая, 2-2. Только-только сейчас доделывается. Четвёртую хату, правда, занимает Блай. Есть спорка, спорка отгонит либераторов. Постоянный прирост вперёд идёт. Четвёртая цеха, плюс ещё юниты. Так, ещё одна спорка здесь у Бистика попёрла. Такой у Блая. В это время 2 Либератора на Мэйне оказываются. Спорку. Бистик сбреет сбоку сейчас. Либераторов королевами 2-2 убить тяжело. Спорку то, что отдал фейл. Врыв на третью. Это ГГ, а здесь нету просто юнитов 80 на 160. Ну, бистон ударит, чё, блин. Бистик всё не жгёт, чё-то прям, смотрю. Смута проврил. Смута проврил. Так, ну, вот у Блая третья здесь есть база. Так, ну, 102-156. Блай пытается изо всех сил здесь держаться. Ну, смотри, оу, тут моряки стоят. Они сразу на автомате заспличены, получается. Либераторы крошат просто. Бистик приходит. 80-55. Ну, нечего вначале так купить просто. Если бы здесь была, вот, от Минки сплетанул собак, отбил бы тот дроп, тогда бы у него и на этом направлении были б юниты, он бы не получил вначале столько дэмэджа. Вот такие мелочи в Таркрафте решают. Так, он бы-то победил бы. Ну, а так... ГГшечка, ребятки, ГГшечка. Не хватило. К меху был готов, к био был не готов, Блай. Молодец, бистик. Что-то нам шар там, типа, тоже не доиграли еще, насколько я вижу. Или просто счет не обновлен. Ну-ка, у меня же есть. А, вот, ДНС не в игре, значит, наверное, доиграли уже просто. Результаты не обновлены, скорее всего. Ну что, сейчас посмотрим, кто финал будет играть. В любом случае, будет интересно. Кто же, кто же это будет? Но, положительно что? То, что бистик тиран, а нам шар ДНС прот Сезерк, то есть зеркалочки у нас точнее будет. Это круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так. Бистик в финале, а что там ДНС? ДНС тоже сидит, значит, доиграл уже. Кто там выиграл, только не знаю. ДНС тоже, когда как раз мы переходим к дел seedrianema. Для передала и до вится на кадре. Один с тупик в описании. До Voodoo. Хорошо. refleал. Если я держу bang, Продолжение следует... 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 На Team Liquid Ладар Heroes Очень сложно зайти и посмотреть какие турниры Я же говорю, заходите на Team Liquid, там есть все турниры Ладар Heroes, там с Блайс, с Ламбо, Ютермал с Демагой бьется Через 37 минут начала Блин, что-то они, ладно, на самом деле Их продолжают Их продолжает Их продолжают Их и так Их не надо Их так Их, что-то они Их мы Они вообще, короче, тянут время просто, по дичи. Чё тянут, хрен знает. Не знаю, чё пацаны там затягивают. ДНС здесь сидит, значит, ничего пока не начинается. ДНС здесь сидит. ДНС здесь сидит. ДНС здесь сидит. ДНС здесь сидит. Ну всё, Адриан Челентано заходит и я за ним. отлично так секундочку мама щели к нам и приехали да да я давным-давно звонил но то и и Продолжение следует... Так, всё. Я здесь, ребят. Наконец-то игра началась. В5 DNS против Бистика. Ну, против Роутсу. Бистика явно в мех не будет играть, я думаю. Ну, прокси-барак не проще сыграть. Чё случилось? Сейчас, мошнап главная не началась какая-то нелепая. Продолжение следует... 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 Так, ну всё, поехали, ребята. Из реплея, короче. Не знаю, что там случилось, но решили пересоздать игру. Ну так-то лучше, да, потому что Bistick Proxy делает. Ну тут, получается, пересоздать надо. Так, ну здесь KSM-очка едет вперёд. Да я, значит, проверил всякие прокси. Барак не нашёл. Так, погодите, а чё здесь? Офигеть себе. Самое интересное же здесь прокси-марики вообще. Я думал, рипер. Странное вообще какое-то решение. Чему марики? Дома прокси-факта у Bistick'а. Силок вперёд попёр. Чём здесь можно поставить будет сейчас, получается, пилоны. Попытаться как бы, да, тут с маторкором что-то сделать, но уже успеет достроиться этот бункер и циклон успеет выйти уже к этому моменту, как тут соберётся ставить пилоны DNS. DNS два пилона ставят. Правда, они, ну не знаю, под бункер. Что мешает подойти сюда и поставить. С другой стороны здесь его в бункер убился. Ну и что время протянуть было сделано сейчас абсолютно очевидно, да, как бы? Почти что зашатался клончик здесь DNS. Так, ну надо пилон ещё уверчаж ставить на верхний пилон. Чудом тут Bistick всё это убивает, просто чудом вообще. Ещё по один удар по циклону и минус, короче. Летает Оракула DNS-а. То сначала зафокусить решил циклону, потом передумывал, потом опять зафокусил. В итоге и рабочих меньше убил, и циклону не добил. То есть нам было сразу прилетать и фокусить циклончик, видимо, этот. Ну, парабам 28-19. Нексус уже сейчас будет второй готов. Плюс два дейта. А у Bistick и даже ццехи нету второй. Так, адептончик минус. Ну, он дохлый был. Оракул, короче, игре пытается ещё тут... О, посмотрите. А чё-то циклона можно было убить, мне кажется, с Оракулом. Проверяет, короче говоря, DNS. Видишь, пошёл вперёд Bistick. Сейчас грелку надо бы заказать, например. А, грелка есть. Я вообще проморгал этот момент. Так, Оракул, тут Викинг летает, шатает. Надо пойти помочь ДПС. Оракул и важен там, безусловно. Так, ну, три циклона достаточно. Четыре циклона достаточно быстро грелочку заберут. Иммортал, да, не помешал бы здесь, безусловно. Но попытка Либерка забрать. Удачная вполне. Оракул залетает дэмэджем, помогает. Ну, без Либерка, понимаете, Оракул сейчас минус будет. DNS, ну что ж ты делаешь-то? Красавец, Bistick наказал. Без грелки нельзя здесь дальше агрессивничать. Bistick вон поэтому домой сваливает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Так, неприятности у DNS-а здесь. 8 рабов как с куста, но... Все равно, в время это он в плюсе. Попытался вместо того, чтобы медибаг Фоку сейчас убивал минки. В итоге я ничего не убил. Оракул еще один есть, летает. Так, кстати, база беззащитная вообще. Вторая сейчас. Оракул мог бы, если бы сейчас не стоял бы DNS на месте Оракула, а залетел бы через верх только единственное. Минус Оракула. Вон, сюда к рабам было лететь, потом сюда пытаться улететь. Там, наверное, Циклону бы перехватили, скорее всего. Ну так, разменял на Мариков. Короче, Оракула здесь DNS. Третий нейкс уставится. Третий нейкс уставится. Это крошу жестко. О, собак, собаки порода. Мама Такса. Отец. Неизвестный пес. Я думаю, Такса Спаниель, Чарлик. Судя по морде, по его наглой. И ушам. И лапам мощного. Может быть, с кем-то еще. Опять выход от ДНС, у этого от Бистика идёт. ДНС здесь ждёт, ДНСа немало юнитов здесь, скоро блинк уже будет готов. Блин, танчиков три штуки, четыре циклона, марики на щитах уже со стимом, так что ситуация достаточно опасная. Через несколько секунд будет готов уже блинк и плюс один будет готов. Да, вот эти два грейда сейчас очень важных ключевых, я бы сказал, для оборонительных действий ДНСа готовы. Амбистик просто камни зашатал и собирает ткать. Надо сталкерами плюс иморклами, не камни пробить ДНСу, что он и пытается сделать. Половину пробил, сагрился в итоге сталкерами. Так, здесь танк один на минеральной линии достаёт иморклами, надо помогать. Три уже иморклами. А муви ходят ДНС, что за косяки. Всё, иллюзиями заходят. Надо заходить уже, принимать бой, убивать просто ДНС. Что ДС идеально адепты ворвались. Прям био, сталкеры, танчики врываются. Очень хорошо сейчас. Нормально, только что-то рабов мало у ДНСа осталось как-то. 37 на 48 в пользу ДНС. Что-то непорядок вот здесь просто. Адепты, сталкеры, имморталы, грелка. Всё это вперёд двигается сейчас активно. СС-шечку будет забирать ДНС. Ну так, био, он пытается врываться. Сплит. Минка делает залп. Сталкеры под блинк. Грелка прилетает. Грелка моментально. Минус гвардиан, кстати, есть у ДНСа. Здесь даже в этом угры. 55-74, но это похоже на 1-0 в пользу ДНСа. Ушочень, это похоже на 1-0 в пользу ДНСа. Заходит на ХГ. Здесь вообще много гвардиан шелдов их. И хилдов тоже достаточно много. КОНЕЦ Адриано Челентано Создает хостешник. КОНЕЦ Так, вторая игра начинается. Но Бистику нужно что-то предпринять. На самом деле ДНС очень неплохо. КОНЕЦ Так, ну что, будет 3, ребят... О, БО-5, ребят. ДНС 1-0. Ведет подводная карта. Глубоководный риф у нас здесь. ДНС через 2 газа с мейна играет. Интересный расклад. 2 газа с мейна обычно сейчас означает, что прокс какой-то ставится. Ну, либо Старгейт какой-то с мейна будет, я не знаю. Потому что навряд ли ДНС будет. Хотя и вне тут некоторые проксы таким образом выходят, но... Ну, мы сейчас все увидим. А здесь... О, интересный расклад. В прошлый раз прокси-барак, дома факта здесь... Здесь дома барак, прокси-факта. У Бистика пошла. Так. А акулы... Где они сами-то плавают? Как-нибудь их можно увидеть? Не, никак, наверное, не увидишь. Наверх не посмотришь. Они типа где-то там, сверху. От них только тень прокси. Смотрите, дома Старгейт и прокси-пилон у ДНС. А у Бистика, Минка так. Это 2 Минки передроб. Ну, интересно. Ну, как-то, кстати... А что в проксе-то у ДНС будет? Непонятно вообще. Белок за Мариком бежал. ДНС понял, что не стоит так делать сейчас. Пилон всего лишь один достроил. О-о-о-о-о, не, плохо все у ДНС здесь. Бистика за фокусе у Пилона. Какая-то чушь ДНС здесь сделал, признаться честно. Адепп еще один вперед идет. Оракул строится. Сейчас 2 Минки вперед полетит. Интересно, один Оракул у ДНС будет или пару? Парочку. Так, СМ-ку сжег на Майне. Ну, сейчас полетят. Так, адепты летят. Фу, адепты Минки залетят. То есть, 2 Оракул вовремя очень выйдет здесь. Но, учитывая, что нет Мазеркора на Майне-то, можно сделать что? Просто сейчас дропнуть Минки, а потом забрать их, улететь спокойно. Так, залп сделал ДНС. Точнее, Минки сделали зал здесь. Бистиковские ДНС пытаются все еще линию минераля напрягать. Но у Бистика здесь все очень даже неплохо в этой игре. И Танчик он в проксе делает сейчас. Так, на одну Минку... Погодите. Ни на одну Минку ревелэйш... Как это вообще возможно? Ни на одну Минку не попал. Сейчас просто ДНС ревелэйшном. Гэ-гэ, пишем, выходим. Залп и рабочих становится еще меньше на 8 штук сейчас. По 4 пробки каждая Минка забрал, Прокс по одному и было уже убито. Ну и Марики тут с КСМ-очками. Плюс Танчик будет сейчас. Еще да похе в проксе ставит Бистика. Бегай, что-то тут, там еще юниты пришли. Там даже без этого ухода Бистика уже вел так, что можно ГГ смело было писать, а ДНС еще и это... Просто ревелайшном Минок кинул, но это скил вообще. Здесь и скил, блин. Просто, по-моему, кто-то приходит. Так, что это такое? Так, спасибо Бистику. Так, спасибо Бистика. Спасибо. 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 Продолжение следует... Привет, сбор! Ну, я и говорю, что тени-то от акулы там просто. Ну что ж, Бо-5. У нас как бы поэтому вторая игра, третья игра начинается. Точно не последняя, арена чести, карта на которой самое гигантское количество бас находится. Вот. Тени-то нет. Тени-то. Солена. Продолжение следует... 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 Ну всё, это минус рипер. Два удара успел сделать, значит, минус нет. Стоп в два у ДНС. Успел Старгейт увидеть. Да, успел увидеть Старгейт. Не знаю, тем рипер, может, до этого уже видел. Да не, до этого вроде не должен ДНС был. Ничего видеть здесь. Так, роба пошла. Убийстика перед робчик сейчас будет. Медива готовит сейчас вылететь. А ты полетит вперёд. Одну минку вообще. Интересно, прям одну минку и роба здесь делается. Ну, одну минку можно оверчажем законтрить. Оракулам, конечно, вперёд лучше полететь, но... Тут, понимаете, пилоны-то стоят кривенько. Вот сюда минка дропнется, и всё, уже ни один из этих пилонов не достаёт. Так, Бистик потратил заряд на одного рабочего. ДНС не стесняется Оракулам лететь в это время к Бистику. А здесь минка есть. Ой, ДНС, ДНС. Дружочек, дружочек, минка. Бах, слишком долго был в рейнже минке. Залп минус Оракул. Два рабочих всё забрал. Печаль полная. А здесь ещё и минка улетела. Так, минка минус в итоге. Ещё один Нексус попёр. Так, Глеф и плюс один. Третий Нексус доделывается. Стимпак только-только заказан. Но учитывая, что он делается дольше. Глеф плюс один. Они ещё с густами. То есть, там уже точно будут Глеф и плюс один к стиму. А если ещё Бистик при этом всё, монет, у него есть вторая лава. Ну, значит, щиты сделают. Потому что, если бы он без щитов ещё играл, то тут Глеф и плюс один. Мариков без щитов разрывали бы просто так бы, что ГГ писать сразу можно, блин. Плюс три гейтау. ДНС сейчас скоро продакшен увеличат. Здесь КСМ-ка ездит, разведывает. Ну, и сейчас всё увидит, она проверит. 5 гейтов строится. Сейчас они в части откроются уже. Три из пяти. Да, вот они. Три готовы. Надо открывать все. ДНС открывает по чуть-чуть. Ну, два ещё пока не будут готовы. Ну, адептов на вархит он уже достаточно. Ну, 55-49 парабам. 57-49. Экономика, в принципе, в плюсе. Здесь Феникс дропа контролят. Плюс четыре оверчажа есть на Мазеркоре. Вот Филона, вот как ни было, здесь так и нет. Надо поставить, а то вот это направление. Это вообще не перекрывается. Так, плюс А1 есть и Глефут. Если бы сейчас с адептами ворвался, так бы Мариков ДНС разорвал бы вообще в кламму. Всех причём. Теперь они со щитами будут уже. Так просто не подерёшься. Заходят адепты. Как раз нет, чтобы ворваться сразу, а так... Ой, как Бистик унижает здесь. Как он унижает. Либераторов. Шесть минок просто здесь есть. И, блин, адепты сверх неудачно врываются. Оверчаж выставляет Бистик. Повезло, что Ревен выжил тут. Нужно Либератора заново раскладывать. Так, кулеточка одна есть. Надо Бистику продолжать наступление. Миноки всё ближе и ближе там к ДНС укопаются. Так, минус Мазеркорб. Минки подправляют. Либератор живой. Очень как-то чётко у Бистика получается драться. Ещё и туретка сверху помогает. Ещё и бункеров здесь. Вот, вот. Пример, как укрепиться. Если есть у Протса такой вот микс там с Фениксами, во-первых, не стесняться строить туреток в атаке. И во-вторых, бункера помогут очень сильно. Так, здесь ДНС выходит. Выводит ещё Мариков своих Бистик. Несколько штук. Минки, залп, минус две минки, минус два адепта. Остальных демеджит Фламп. То есть они уже не способны нормально драться-то здесь. Так, Флайпу, Фениксу, залп. Нет, здесь минус ДНС, ребят. 64, 50, 35 по лимиту. ДНС опять пытается врываться. И что, он сейчас сюда ворвётся, что ли? Нет, не ворвётся. Это бессмысленно. Ну, 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 ну... Ну, 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 ну. Так, 146, 108, не спешит бестик, пьет, все обсервы разбивает спокойно. Либераторов больше становится. Ревен накопил энергию на две автотурельки уже. Адепты врываются. Вы видели это? Минки разрывают все в кламп. Просто какие потери. 13 на 4, посмотрите, 13 на 4, 400. Вообще там сверхэффективные ветераны. Какие-то окопались вообще. Ну это и бестик, молодец. Все он грамотно делает, очень грамотно. Так, Блай там другой турнир уже начинает играть, по-моему. Дашь прощения. Субтитры создавал DimaTorzok Так, что-то не вижу хост пока А, он бистик хост Сделал Ведь пока инвайт, а нет, а вот прыгаешь А, он бистик хостел Так, ну погнали Так, кто-то звонит Сейчас я позвоню СМ готов 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 Продолжение следует... 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 убийстика уже. Ну, 127-106 как-то уверенно пока все тут. И неплохо вроде билбистиковски смотрится. Так, оракул на минке подорвался, долетался на проирок, наконец-таки, наверное, подумал убийстик. Ну и что, с двумя гастами... Так, ну пока ЭМП всего лишь два здесь. Чтобы накопилось, еще надо 50 энергии, плюс что-то было больше. Два ЭМП это не так уж много, навряд ли. Вот если так армия стоять будет, то тут можно просто накрыть все в хлам вообще как-было. Не ЭМП хай. Но есть Апсервер! Так. Да опс летит, очевидно, что-то. Сбивает без тоннока из ТАПса. Два ЭМП с одним... Вот первая нормально кинулся, вторая, что-то бистик поспешил. Ну и здесь минки. Бистик жестко давит здесь и сейчас. Вот один бы какой-нибудь танчик, я не знаю, здесь сделать бы бистику. Ох, как минки унижают! Там просто жесть вообще. По центрям прилетело. 155-113. А бистик-то в био очень даже достойно играет. Я сглайн говорил, бистик, био там не сможет играть. Сейчас еще, кстати, на ЭМП ху будет уже через несколько секунд на одну. Заходит либерат. Так, ЭМП ха будет. Сейчас уже есть ЭМП ха. Через 2 секунды, точнее, она будет. Пошло ЭМП по адептам, по сталкерам. Хорошо. Гасты окупили себя вообще целиком и полностью. Попав, 4 ЭМП выкинув. Два Гаста по 2 ЭМП выкинули, не имея энергии при этом изначально эти ЭМП, собственно, на 4. То есть было изначально 2, они прожили время и выкинули еще потом ЭМП ху. Бистик продолжает дает. Минус дестабилизатор. Не будет он больше стрелять. Можно ближе минки перевести. Чуть-то бистик медленно прессует. Минки ближе подставь. Хотя там опс есть тяжело так именно. Ну, либераторов дождал, дождался. С либераторами уже вот такой юнит нужен был позиционный, чтобы просто заставлял агриться на себя, короче говоря. Ну, по лимиту, как ни странно, сравнял. Оу! Нифига себе бистик творит вообще тут. Ядерная бомба у бистика полетела сейчас. Просто смотрите, к оппоненту к его. Бах! Взрывается бомба. Вообще красота! Хорошую игру бистик показал в финале. С ядеркой даже. Будет еще, да, делается еще одна ядерка. Они быстро, а сейчас 40 секунд делаются во втором Старкрафте. Так, здесь агрессивные блинки идут. Так, минка сделала залп. Гасты с ЕМП. Скоро опять с эти бу. Через пару секунд. Еще ЕМП кидай, Бистон. Уходит он. Бистон. Отбивается Адриана. Он же ДНС. Гастов увезти не помешало бы. Здесь планетарку собирался явно. Делать на основном гасты падают. Ну неужели не дропнуть-то их было? Неужели еще ДНС убьет бистика? Ну я не верю. Вот 2-2. Тут рейндж либератором. СССР строится. ДНС не видит эту СССР. А, видел. А что он забоялся? Странно это прямо. Так, СССР улетает. Очень скоро раньше либератором будет ущербнейшая какая-то стенка у бистика. Из своих же зданий, которые мешают, блин. Все, рейндж либератором готов. Надо выходить вниз сейчас понемножку бистику. Отгонять процесс отсюда от второй базы своей. Ядерка, кстати, есть. Можно... Гастов нет. Можно зарядить бы было бы. Так, где листабилизатор промахнулся. Мародерный дестабилизатор. Ну, затишье такое. Бестик позиционного джимает сейчас оппонент своего. Выходит на СССР счет. Здесь ниндзя нычка будет. Можно сейчас мулов туда будет накидать. Отсюда рабов надо будет сейчас перевести. 16. Нифига там с перебором с таким этих рабочих. Перевести на четвертую просто вниз. Здесь, конечно же, планетарка пошла. Вот она. Я думаю, что не кидает. Я близко к ней находился слишком. А здесь 16. Видите, как и было, так и осталось. Что так много-то бестик сюда напереводило? А там 16. Там базы уже кончаются все просто. Девак. Маловато сейчас 3-3. У бестика будет вторая атака на либераторов. Отсюда рабочих часть сюда надо перевести, значит. Да или и сюда. Потому что раз поехали, они на дальнюю базу. Раз бестик увидел, что не готов. Тиран не видит там ни хрена, что база есть. Блин, 8 либераторов уже. Смотрите, бестик заходит через дальнее направление. Раскладывает либерменов своих. Не, ну тут ничего не сделать. Феникс, конечно, пытается что-то там это убить. Но даже один либератор не погиб. Сейчас уже и плюс 2 подъехало. И 3-3. Все на био. 3 темпс-то первых строит DNS. Но они уже не успеют выйти. Чем выйти-то может они успеют? Но они уже не успеют помочь в этой игре особо. Это здесь куда? Вот просто сюда лезть совсем не хочется. Первая темпс-то выходит. А, кстати, уже плейти. А сколько у него с таргетов-то? И... Значит, уже много достаточно темпс-то будет. Не, ну если тут каким-то чудом DNS отобьется, может быть у него еще-то и получится. Но нет, тут падает. Уже неприятно. Экономика 37. Рабоча 36. Осталось на 63 вообще. Жесть какая-то. Так, там бестик прорывается на мейндвайн. А, тройной дроп с одной стороны, с другой. Врыв тоже идет, прям темпс-то убирает. Пока здесь темпс-то либераторов крошит. Ну как бы с одной стороны, может какие-то шансы еще и есть здесь у оппонента бестика. Но он выбивает просто все. Тут supply-блоки. Здесь просто ключевое. Все погибнет. С плитбикона еще и пробочки погибнут здесь неслабо. И стабилизатор, конечно, вообще в такой залп все жесткий попал. Ну там 3-3, вторая атака на воздух. Даже если выбил, да, либераторов. Но даже в контратаку пойдя, даже учитывая, что лимит равный, там по экономикой просто бестик задавит. Здесь все здания погибли, а еще и ДНСУ возвращаться предпочитает. Ну а что он? Конечно, как он без этих юнитов всех? По отемпс. Тут у залп бестик улетает. Большей частью юнитов в это время на новейшую базу еще дроп. Если Нексус здесь фокуснуть, то это ГГ. А бестик фокуснет Нексуса с 3-3 грейдами. Это такое количество билл моментально пока что. Практически убивает. Не, бестик сегодня в ударе. Реально очень жестко он играет. Прикольно. С ядеркой мне понравилась вот эта тема. Прям в замесе пошла. Дроп на мейн вернулся. Пошел последний путь ДНС. Уже пишут, что он все, он мечует без Нексусов, без всего. Девять пробок где-то есть. На Нексус есть резок его. Если бы у него было подавляющее преимущество по боевому лимиту, он бы пробрить бы, например, имел шанс какой-то хотя бы бестик. А так, да. Ну а так... Хотя технологичное преимущество у него есть. Если будет невероятно хладнокровен ДНС, на халяву дестабилизаторами повыбивает все Био, например, а темпистами раскрошит викингов тех, кто... Ну, тут идет вперед. В итоге... Нет, залез ДНС в ворону. Сейчас тирановскую. Тут был либератор по наземным, подстрелял. В итоге выгоняет ДНС бестика лимита больше намного. Вот сейчас залпит дестабилизатором. Два мародера еще минус. Это ничего не решит. Сзади минки. ДНС на них попадает. А в это время бестик еще и из дропа-то. Там, смотрите, сзади подходит. Группа хорошая такая. Юнитов. Блин, как ДНС унижает. Просто дестабилизаторами, конечно. Но подальше сзади вернулись. И бродс падает. 3-1. Бестик, в смысле. ДНС, да, унижал дестабилизаторами. Но бестик 3-1 побеждает в финале. И выигрывает этот Гоу Фойска. Номер 645, пацаны. Сейчас без задержки вернусь. Я к вам. Сейчас без задержки вернусь.